всем ребят привет сегодня я планирую покопать немного копать мы будем сегодня нашел я старую дорогу грубо говоря торговый тракт торговый тракт у нас проходил вот по этой вот дороге через речку вот я думаю что до меня здесь никто не ходил дорога она шла самара и не скажу до какого места почему потому что после моих видео очень много желающих попасть на те места на которые я попадаю и у меня хорошие находки после этого все это место перестает быть хорошим потому что я не знаю у нас самарских кодоискателей к сожалению нету этикета соблюдения оставляет очень большие ямы котлованы в общем безобразное полностью отношение халатное местам к местным жителям которые потом ругаются что после ваших ямок очень много муравейников образовывается до муравейников очень много становится скотина ломает ноги в общем неприятное зрелище конечно к сожалению вот за всех камрадов я не могу отвечать но даже знаю начинающий камрады вот недавно знакомился сожалению не оставлю не оставляется с собой хорошее место что якобы топали и все аккуратно конечно из-за этого потом будет плохое отношение местным населением вот эта дорога у нас выложена камнем вот и я хочу по обе стороны дороги все же телеги ездили на лошадях скакали на обочину что-нибудь да сваливать пройдусь я немножко по обочине здесь здесь подойду поближе к речке ну посмотрим что сегодня я снова буду работать с макро рейсером на прошлом копе мне очень понравился как он себя зарекомендовал тем что очень хорошие находки он подымал небольшой тест сделал сравнивал с фишером 75 удивило меня конечно удивило но не знаю правда нет примерно на сантиметров на 10 макро рейсер видел в глубже но это делал я по воздуху лучше конечно брал брал но все равно дискриминация по металлам на этом приборе очень тяжеловато тем что не знаю все таки если рекомендовать с макро рейсер или фишер я бы конечно наверно выбрал бы фишер хотя макро рейсер сделан аналогично даже аналог фишера все практически то же самое но есть конечно плюсы плюсы фишер немножко лучше сбалансирован немножко полегче ну и естественно называется профессиональный прибор так сегодня у меня будет сегодня не пин тоже удобно тем что на прошлом копия батарейка у меня кончилась здесь я отсюда вытащил сюда засунул и еще полдня практически ходил на двух целых батарейка на двух пустых вот к сожалению я сегодня буду один копать мои друзья товарищи комрады не смогли приехать даже не смогли а просто не смог дозвониться до постоянных людей которые больны этим делом которые и в дождь и снег и слякоть идут на куб вот кстати парень кости который со мной сейчас частенько копает он открыл свой новый канал канал называется константин ястребов ездит они болен в такие вещи ну красивые места хорошие находки у него бывает практически каждый год каждый выход у него какая находка прилично так что кто любит сморчане хорошие видео правда видео по качеству немножко у него барахлить но все-таки планирует улучшить качество видео но находки у него хорошие видео интересно комментировать тоже хорошо так что советую повторюсь а константин ястребов называется канал так что смотрим подписываемся комментируем ставим лайки все желательно мне удачи далеко не отходя от машины вон там при камеру я оставил на штативе вот и где-то третий сигнал две железочки поднял мои ямочки вот и выпал у меня монетка но к сожалению она не царская советская две копеек 20 копеек в квадрате год сейчас скажу год год 40 46 он такие 20 копеек вот на этой нацепи я так понимаю потому что пол штука лопаты и начинается камень вот как раз камень вот проходила вот так вот и через речку проходил мост так что здесь на пол штыка будет у меня камень вот и на поверхность практически будут сигналы вроде я мы здесь нету грубо говоря я наверное надеюсь надеюсь здесь первопроходец вот но надежда конечно умирает последний ладно находки будут вы об этом обязательно узнаете так подошел я переправе так называем в прошлом остались здесь вот столбушки от мозги принципе большой был мост наверное раз два три 4 метров 6 ширину был столбушки до сих пор стоят вот здесь вот старину был переход через речку комаров очень много очень много так не знаю насколько меня здесь терпение хватит среди комаров ходить всего уже зажрали прям целая толпа вот столбик еще ну да камень видно то есть действительно мне не наврали что здесь проходил тракт так что наверное все таки будем останемся здесь ходить может находки меня будет радовать на так жарко 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 очень жарко спина уже мокрая раздеться не могу комары иначе всю кровь из меня выпьют а так будем ходить бродить может что и выскочит интересно и так в кустах я увидел старый дом сейчас посмотрим может найду я вход так ведь здесь не просто вход есть целый проем ой какой опасный дом на свой страх и риск хочу посмотреть что в нем стихами заговорил так полы на месте но к сожалению как вы видите дом ты угляди сейчас прям развалится печка на месте кто-то кирпичи разбирал вот к сожалению я во внутрь заходить не буду очень таком удручающим состоянии дом имеется на чердак вход как вы видите окна покосились стены уже я не знаю под каким углом вот но тихонечко практически на отсыпках смотрим так небольшой там по моему подвальчик имеется страшно конечно таком доме находиться крыша в принципе целая из шифера но дом видно старый видно еще замазывали здесь щели при помощи глины вот как вы видите глина ну а так от греха подальше я лучше уйду из этого дома ладно посмотрим что у нас лучше будет на дороге все возвращаемся к прибору будем дальше идти по дорожке чуть-чуть вверх поднимемся потом вниз спустимся машину закроем штатив уберем и пойдем наверное дальше итак поднялся я вверх по этой каменной дороге находок никаких у меня абсолютно нет сигналов цветных хороших нет в основном одна ржавчина решил туда прогуляться как вы видите прошел трактор против пожарную полосу сделал такую разбил он тут немного дороги вот но эта дорога наверное метров еще 50 проходит и потом идет целина вот думал я здесь первопроходец в принципе ямки отсутствует но видно что ходили все таки здесь так что сигналов хорошего здесь не было и естественно находок нет но дорога конечно интересная потому что действительно она проходит через всю деревню видно церковь так что я сейчас думаю рискну своим здоровьем и свободой кто не рискует тут не пьет шампанского пойду в саму деревню подъеду посмотрю где можно походить вот и на месте определимся где можно прогуляться на так смотрим может интересно что будет еду я мимо и вон вижу леса охотиться не знаю видно вам нет и так переехал я на другое место выйдя вот из машины был сигнальчик и за одной ямки вытащил две разных пуговки вот советская пуговка бржавая до безобразия и еще одна пуговка интересная пуговка немножко затерта но непонятно что это такое рисунок какой-то не знаю не могу разобрать затерта ну похоже как немного на школьную так видно 1900 остальная часть нас замусорена так москва не знаю москва 19 и все непонятно что за пуговка ладно две пуговки из одной ямки смотрим итак шел я от машины а непосредственно вот к этим шурфам частенько я подхожу к шурфам и прозваниваю то что накидали ребята и вот подойдет к такому шурфу был сигнальчик принципе неплохой и вытащил вот такую плоскую пуговицу здесь у нас рисунок имеется медная такая пуговка имеется зеленая патина вот такая вот у нас выпала пуговка я сначала думал какая царская но нет но время с равно время царская но здесь рисунок декоративной цветочки ладно забираем три пуговица минут за минуту и так ребята закончила сегодня коп солнышко еще высоко но больше нет желания копать с находками нифига нет ничего интересного сегодня вот воспользоваться случаем подъехал к ручейку сполоснул свою машину которую не мыл с прошлого года все некогда было от ручейка я отъехал на приличное расстояние чтобы с машины грязь не стекала в речку то есть прилично я отошел специально много воды я не лил так что экономия полная почву я не загрязнял больше загрязнений вот от такой вот грязи и решил показать вам то что я накопал за последние два копа сейчас я их буду мыть ну и заодно покажу самое интересное я буду показывать монетки ну все что мне более-менее понравилось шмурдяк я не буду снимать вот так что вместе с вами я буду сейчас их мыть кому интересно будет смотреть кому не интересно можете заканчивать просмотр видео но обязательно откомментируйтесь после этого вот ну а сейчас будем мыть и смотреть что у нас получается ну начну я наверно с помывки складе очень я люблю склад не это створка от складе сама на по размеру примерно вот такого размера это 3 3 часть это правая створка здесь это основная часть была и еще одна такая же створка она таким вот образом закрывалась вот такая вот трехликая а створка на каждой части створки имеется три образка и на каждом образке имеется под два святых и того на одной створке 6 святых затем я поднял тоже здесь тоже здесь прям напротив здесь вот холмы а поднял две солдатские два солдатских складе вот одна вот из них вот такая вот здесь эпизод какой-то имеется 1 2 6 святых наверху имеется ангела вот эта створка солдатская называется она носилась на шее у солдата то есть это как бы молитвенные крестик вот такая вот створка даже сохранилась эмаль затем еще одна тоже практически в этом же месте в метре от нее но это не похоже на вторую часть на вторую часть здесь тоже имеется фрагмент фрагмент святых я не знаю что они здесь делают но вот такая вот створка у нас от солдатского складе обычно на створки закрытый имеется еще и рисунок обычным в основном форме какого-нибудь цветка или какой-нибудь фрагменты узора вот такая вот такой складе затем поднял я здесь несколько несколько вот таких вот монет это монеты у нас александровские год 1811 просто народе ее еще называют царица полей вот такая двушечка замечательная в принципе в неплохом сохране следующая монета будет у меня тоже две копеечки тоже царица полей сохран сожалению уже похуже чем тот вот год даже я так вот 1813 вот такая вот монетка на ней имеется небольшая зеленая патина но и небольшой нарост эрозии и третья монета она тоже у нас из того же разряда это две копеечки две копеечки царица полей имеется дефект при штамповки то есть угол откусные то есть недобитый вот орел лучше чем те оба остальные год 1821 затем вчера вчера поднял александра 2 одну копеечку год 1856 даже видно монетный двор и м монета в очень хорошем состоянии в очень хорошем состоянии просто шикарным вот такую фиговину поднял это называется у нас счетный жетон и женщины в свое время вешали на шею очень большое количество вот таких вот счетных жетонов в основном делали из монет серебряных ну и бывает и медные вот если находите монету с отверстием наверху вот это у нас потеряшка с монисты ничего особенную несколько монет я поднял которая просто нельзя определить что за монеты данном случае вот эту монету вообще нельзя определить что это за монета вот на ней очень большой слой не просто эрозии а это по ходу шурфа монета и на ней очень большой налет извести непонятного рода ну судя по всему это наверное советик размером наверно с 20 копеек так это у нас советик две копеечки шестьдесят третьего года зацепиться не буду на ней так эту на 15 копеек шестьдесят первого года это у нас 10 копеек пятьдесят седьмого года его еще называют в квадрате очередная монета у меня царская это у меня три копеечки в принципе сохранчик на троечку ничего особенного 1876 года орел к сожалению затертый дальше у меня пошли советики подряд я покажу вам их больно чистить не надо они советую в априке советую это у меня три копеечки пятьдесят седьмого года в зеленом налете неприятный налет для монет советских 2 копеечки двадцать шестого года налет у ней она после пожара затем пять копеек сорок шестого года сохранчик отвратительный помят ну и имеет имеется эрозия и механические дефекты очередные пять копеек пятьдесят четвертого года сохранчик будет неплохой хорошая монета 3 копеечки двадцать девятого года сохранчик был бы неплохой но на ней имеется красная эрозия копеечка восемьдесят третьего две копеечки тридцать седьмого года жаль что не двадцать седьмой ну и дальше более позднее совет и это советский у меня в квадратах квадратах 15 копеек пятьдесят третьего года 10 копеек пятьдесят седьмого года об среди вот этот мелочевки записалась у меня монета очень интересно дальше я не буду показывать вам вот эти вот монеты ничего интересного а покажу вам монет вот такой вот это меня в очень шикарном состоянии в очень шикарном состоянии повторюсь вот камера к же не передаст то что я вижу это у нас палушка палушка екатерины 1771 года в очень хорошем состоянии сохранчик просто идеальный лишний патины абсолютно нет нашел я интересные пуговки это орлянка орлянка и еще так называют обычная пуговка по золоте вот имеется двухглавый орел символ власти российской империи и затем огромная пуговицу такая вот это у нас якорь морская возможно пуговица по сравнением с обычной пуговкой с видите насколько она больше как мне сказали это вообще от старого образца мундира а морского сравнение с обычной пуговка на на порядок выше больше ну и естественно без крестиков у меня практически коп не обходится это обычный крестик нательный его еще называют мужским ну и такая вот интересная гирька очень шикарном состоянии вот говорят что такие вот пуговки гирки а это 17 век ну и все мужик я вам показать не буду вот интересная такая большая конина очень большая узором звенела очень хорошо как монета ну и все ну вот как то вот так вот мы ополоснули монеты и получилось у нас примерно где-то вот так вот здесь меня вот ряд цариков раз два три 4 5 6 6 цариков получилось у меня советчиков раз два три 4 5 6 7 8 9 10 11 12 начнется начнется на 17 18 царик ой сайт советы советы у меня в основном поздние и несколько штук есть ранее три складе и по пуговкам вот так вот у меня получилось вот так вот это у меня не очень удачные выходы копы два копа все это было поднято с этого вот именно место так называемое выбитое место но все равно два копа с таким количеством находок в принципе я думаю что пойдет на этом я буду заканчивать свой свое видео вот на такой необычные вот ноте с помывкой и просмотра монет которая нашел за два копа принципе хвастаться нечем может двумя-тремя находками которые более-менее мне понравились вот в основном остальные это обычные находки которые практически каждый копает каждый день вот а сегодняшний коп у меня практически безударно оказался вот выехал я после обеда к сожалению съездил на два места вот к сожалению чему-то у меня сегодня не стояла на куб потому что как-то напарника компаньонов не было в общем как-то так получилось не интересно ну а так коп есть коп может быть и горшочек выпадет а может и ничего пусто или густо на этом я заканчиваю свой коп всем удачи хабра побольше естественно смотрите мои видео подписывайтесь ну и всем пока удачи также я покажу как правильно осуществлять шурф потому что трава у нас я вот стою по колено так что все лето придется нам шурфить пока у нас травка или же уходить в поля так что смотрим